Лидия Чарская. Грозная дружина. Часть первая. Глава первая. Неожиданное нападение, пагубный выстрел, расправа, странный обмен, грозная казацкая вольница, орел по Волжье, коршуны и вороны, погоня. Сарынь на кичку! Сарынь на кичку! Зычно и протяжно повторило отдаленным раскатом гулкое лесное эхо. Лошади вздрогнули, рванули и неожиданно стали как вкопанные. Стала с ними и громоздкая повозка. Из окна ее выглянул старик и тревожно спросил, обращаясь к вознице. Слыхал Егорушка? Кричат будто. Слыхал Игнат Теренч. И кто кричит, смекаю. Он-то перече на разные голоса аукаться станет. Отозвался с козел рыжий парень в пасконной сермяге. Лесной хозяин мыслишь. С нами крестная сила. Старик торопливо осенил себя крестным знамением. «Сарынь на кичку!» Где-то совсем близко пронеслось по лесу. Егорушка не сам это. Человечьим голосом кричит-то. «Да он по-всякому кричать может. По-песе и по-людски!» — отозвался возница. «А только и впрямь людские крики как будто!» — заключил он, насторожившись и чутко прислушившись с минуту. «Господи, помилуй! Станишники никак!» — определил старик. «Станишники и то!» «Ах, тебе да!» — запричитал Терентич. «Гони, что есть дух у коней миляга!» — обратился он к вознице. «Вызволяй из беды князеньку нашего! Не приведи, Господи, попасться в лапы живодерам! Хуже разбойников ночные тати! Ой, гони, лошадок, Егорушка! Спасай, боярское дитё! Покойный князь-батюшка увидит с того света твоё усердие, И его молитвами воздаст тебе, старицей Господь!» Гикнул молодецкий на коней возница, взмахнул хлёсткой на гайкой, И удалая четвёрка взяла с места, волоча за собой повозку. Это был просторный возок, высотою в человеческий рост, Обитый сукном и крытой коврами поверх перины подушек, Грудой наваленных на скамьях. В углах его стояли лари со всякую дорожную снедью, Бочонки с мёдом и яндовы с квасом. Тут же были нагромождены укладистые сундуки с мехами, сукном и парчой, Боярские одежды, утварь и драгоценные камни, Составлявшие главное богатство именитых людей старого времени. Два тяжёлых ларца с казною были упрятаны под пуховую перину в самом низу сиденья. На перине, крытой персидским ковром, спал мальчик лет четырнадцати. Серебряный месяц, заглядывая в следовое оконце, освещал его. Тонкий и стройный, в дорожном терлике, расшитом по борту золотой тесьмой, Охваченный чеканной опояской поперёк стана, Со спущенным с одного плеча опашнем, он был очень хорош собою. Из-под сдвинувшейся на затылок во сне мурмолки с соболями, Несмотря на летнюю пору, околом выбивались светло-русые кудри. Над сомкнутыми веками горделиво изгибались тёмные брови. Высокий лоб, тонкий нос с подвижными, как у горячего молодого конька, ноздрями И полные, смело очерченные, полуоткрытые в сонной грёзи губы Несказанно красили юное открытое лицо. Старик Терентич тревожно склонился над спящим отроком. «Господь с тобою, соколик, спи с миром! Бог до молитвы дедушки-князя вызволит нас из...» «Сарынь на кичку!» Новым зловещим раскатом пронеслось по лесу. Терентич упал на колени. «Господи, помилуй!» «Господи, не попусти!» Отрок проснулся. «Чего ты, дядька? Аль попречилась, что?» Синие глаза его так и искрились недетской удалью. «Князенька, родимый, соколик мой, неладное, что это в лесу делается! Не как станишники нас выглядели и ровно по зверю какому облаву ведут! Слышь, свищут да гикают окаянные!» Перепугался Игнат. По лесу носился зловещий посвист, точно буйный ветер гулял между деревьев в сгустившихся сумерках июньской ночи. Оживало дремучее чаще. Тысячу голосов заговорило, засвистело, затопало сотню молодецких ног. Трепет охватил Терентича. «Беда, соколик! Беда, Алешенька! Куды я тебя схороню, куды от лихого глаза укрою? Пропали мы, дитятка, как есть пропали!» — сокрушался старик. Дрогнуло сердце у Алеши. Страх обуял детскую душу, но ненадолго. «Сам говоришь, что грозного царя не убоялся», — твердо возразил мальчик. «А от ночных татей дрожишь. Кони сытые доходки у нас, а вось не нагонят станишники». «Не за себя боюсь, Светик», — сетовал дядька. «Беда тебе, коли нагонят, ведаешь сам». «А нагонят, откупимся», — отвечал мальчик. «Чай немало казны в машне припасено, а коли что, и ручницы возьмем, полить будем». «Храни, Господи, ручницы, и что выдумал? Да их-то, разбойников, с десяток алиболей соберется. А нас-то, я да Егорка, да ты, молоденчик, нечто справится с ними. Да и откупом немного возьмем, все едино обдерут до нитки. Едино спасение — коней гнать». Лошади понеслись вскачь. Тяжелая повозка перепрыгивала с кочки на кочку, Грозя ежеминутно грохнуться озями развалиться. Месяц скрылся за тучу. В потемках княжича Леша нащупал небольшой чекан рот топорика, заткнутый за пояс. «Буду защищать дядьку, коли доведется настигнуть на стадь им», — решил мальчик. Вдруг совсем близко, чуть не над самой повозкой, раздался молодецкий посвист. Вслед за ним прогремело над головой путников. «Сарынь на кичку!» Кони разом остановились, схваченные под узцы десятком сильных рук. Десятка полтора дюжих молодцов, одетых в темные кафтаны И вооруженных бердышами, кистенями и дрикольем, окружили повозку. Вынырнувший из-за облаков месяц, осветил их богатырские фигуры, Полные бесшабашные удали лица, мускулистые руки, сжимавшие оружие. Впереди стоял высокий плечистый парень, одетый богаче и наряднее остальных. На нем был алый кафтан, опоясанный дорогим поясом заморской чеканки, С заткнутыми за ним ножами и кистенем. Высокая шапка с расшитым золотом-околом И желтые подбитые серебряными скобами немецкой кожи сапоги Довершали наряд станичника, скорее похожего на знатного воина, Нежели на вора и разбойника. Его грозное лицо, казалось, не знало милосердия. Жестокую суровостью дышала каждая черта. Черные брови хмурились. Большой шрам след вражьей сабли Шел от правой щеки к переносице. «Гей ты! Кто кроется там? Вылезай, что ли!» Крикнул он в то время, как трое из его ватаги Ринулись к Егору, стащили скозел И скрутили поясами по рукам и ногам. Все это произошло так быстро, Что несчастный возница не успел даже крикнуть Или попытаться защитить себя. Внутри же повозки было по-прежнему тихо. Молчанием отвечали на приказ станичника, сидевший в ней. Только старик Терентьич, загородив собой юного княжича, Налаживал в темноте ручницу. «Гей, кто там есть? Вылезай добром, не то худо будет!» Снова приказал вожак. «Слышь, дядька, вылезать велит. Может, и лучше так-то, по добру-поздорову?» Спросил Алеша. «Нишкни, дедушка, нишкни!» Отвечал Терентьич. «Может, отмолчимся, а не то?» И верный дядька красноречиво потряс ручницей, Готовясь дорого продать жизнь своего ненаглядного питомца. В следовое оконце уже заглядывали. Парень валом кафтани первый ринулся вперед. Изо всей силы налег он на дверку И высадил ее своими могучими плечами. «Вон, а где, голубчики, притаилися!» Старый ворон да молодой ястребенок. «Ну, не прогневайтесь! Чин-чином вылезайте, бояре!» Злорадно хохотнул он и осекся разом. Терентьич вскинул свой самопал И, не целясь, выпустил в богатыря парня Заряд из ручницы. Молодец валом кафтани громко ахнул И с яростным проклятием схватился за плечо. Алая струя крови брызнула из раны. «Никита Евсеевич ранен! Гляди, робята! Держи старого филина! Вяжи его и пащенко заодно с ним!» Загомонили разбойники. Вмиг был обезоружен старый Терентьич. Его выволокли из воска, С ругательствами скрутили ему руки веревками И потащили в чащу. Следом за ним рванулся Алеша. «Куда есть ребенок?» Схватил его за руку один из станичников. «И меня, и меня берите! Я заодно с дядькой, с Терентьичем!» «Жили вместе, и помирать нам стало вдвоем!» Крикнул отважный мальчик. «Ишь ты, какой прыткий! Помереть завсегда успеешь!» Усмехнулся кто-то из ватаги. «Прежде дай с твоим батькой справиться!» «Как он в нашего Ясаула пальнул!» «Поголовки зато само собой не погладим!» «Гей!» Тут же добавил он, обращаясь к станичникам. «Пообчистите вазок, ребята!» «Небось, немало там всякого добра, А до казны боярской припасено!» Едва было отдано это приказание, Как несколько ражих молодцов кинулись к повозке И принялись хозяйничать в ней. Между тем раненый начальник С несколькими разбойниками углубился в чащу. Они вели связанных Терентьича и Егора. Подли злосчастного дядьки шагал Алеша, Не отводя от Игнатов стревоженных глаз. Вскоре меж деревьев замелькали огни, Показались люди. Их собралось около сотни на лесной поляне У нескольких разложенных костров. В стороне от других, у большого костра, На огне которого варилось что-то в тагане, Подвешенном с помощью трех копий, Сидел смуглый юноша с открытым веселым лицом, Черными глазами и такими же кудрями, Выбивавшимися из-под шапки. На нем был такой же, Как и у раненого Ясаула наряд, Который украшала большая, тонкая работа, Кривая турецкая сапля, С осыпанной дорогими каменьями рукояткой. Летали серые коршуны И выследили гнездо кукушки. — Споживай тебя, Ясаул! — сказал черноглазый, Отодвигаясь от костра и уступая место раненому. — Спасибо на такое поживе! Зацепил меня малый старикашка. Ну да расправлюсь по-свойски с обидчиком моим. — Попомнят, небось, на том свете, Каково палить в Ясаула! — покосился он на Терентича. — Давай его сюда, робя! Допрос ему чинить надо! — обратился он к приведшим пленника людям. Грубым толчком выдвинули старика к костру. — Ты боярин? — спросил его Ясаул. — В жизни им не бывал. Мы простые гости московские. Держали путь от престольного града домой, — Чуть внятно отвечал Игнат. — А лари до укладки с добром — это товары, что ли, скажешь? Криво усмехнулся Ясаул. — Товары есть. Обменяли их на пермские гостинцы и везем домой. Отпусти, милостивец, заставь Бога молить. Старик упал на колени. Тот-то обменял. — Что-то дюжа много товара, старина. Ровно добро боярское. Ну да ладно, поверим, коль не врешь. А парнишка этот, внучок твой, что ли? Продолжал свой допрос Ясаул. — Внучок, со мной из Перми на Москву ездил, а сейчас вертает обратно. Словно обрадовавшись неожиданному исходу разговора, подтвердил Терентич. — Красно придумал старина. Неожиданно расхохотался Ясаул разбойник. — Да только внучок на тебя ни осанкой, ни обличьем не похож. Да и по одеже разнится. Ишь у него чекан-то, что у самого царевича так каменьями и играет. По всему, видать, боярское отродье. Да и ты ж, не во гневе буди сказано, старик переодеванный, должно боярин. Из тех кровопивцев самых, что народ взятками да податями давит, да кровь христианскую сосуд. Видать, что совесть у тебя нечиста, боярин, коли зачал палить ни за что не прошто. Гей-молодцы, вздернуть всех троих, и старичка Речистого, и пащенка-внучка, да и возницу заодно. Все они переодеванные губители. Ишь добра народным потом добытого прозапасли полный воз. И грозный Есаул махнул рукою. С рыданьем и воплем повалился ему в ноги Терентич. Батюшка, не губи, милостивец, отпусти, не за себя прошу. Паренька не казни да Егорку. Ни в чем не повинны оба. Меня покарай, а их ослабани на волю, батюшка-милостивец. Тот-то, милостивец, запел соловьем. Душа в пятки, вздернуть всех троих, — приказал начальник. Три дюжих станичника кинулись к старику, набросили ему на шею веревку и подтащили к толстой березе. Не помня себя, ринулся к дядьке Алеша, взмахнул игрушечным чеканом и дико вскрикнул. «Не троньте дядьку не то!» Но тут детский чекан очутился в руках одного из разбойников, другой крепко стиснул плечи Алеши. Напрасно рвался мальчик к Терентьичу. Он видел, как его дядьку подвели под огромный сук, как закинули на сук веревку, и как медленно стало подниматься на ней грузное тело старика. «Алешенька, Светик, храни тебя Господь!» — успел только произнести несчастный Игнат. Вскрикнул и, как подкошенная былинка, упал на траву княжич. Он не видел продолжения расправы, не видел, как рядом с мертвым дядькой повисло на суку и тело Егора. Не видел, как, обшарив вазок, станичники с богатой добычей присоединились к костру. Как один из них, по приказу озверевшего Ясаула, подошел к Алеше и занес над его головой тяжелый бердыш. «Стой!» — крикнул внезапно черноглазый молодой разбойник. «Стой, Ермила!» — «Эй, Никита Евсеич!» — «Отдай мне его!» — он указал глазами на отмершего Алешу. «Что, сердцем стал больно, жалостлив Матюша?» — «Ровно девка красная!» — засмеялся Ясаул. «По всякой падали кручинишься, кручины не хватит». «Не по-казацки это!» «А еще под Ясаулом назначен, вот так под Ясаул. Над всякой дохлятиной плачет, ровно баба слезливая». «Нет, не моги ты меня унижать, Ясаул!» — ответил черноглазый. «Сам ведаешь, какая баба из меня вышла. Небось, Николя не дрогнула руками Щерякова. Колол и рубил с плеча врагов народных. Неведомо сердцу жалость была, а ныне она заговорила. И стыдного ничего тут нет. Обмер парнишка, а ты его прикончить велишь. Нечто ладно это. Нечто на то и поднялась вольница казацкая, Чтоб с ребятами малыми воевать. Ну, про старика шкулят с ним ничего не скажу. Он в тебя палил, зато и поплатился. Око за око, зуб за зуб. Возница то ж волком смотрел. Но этот малец ни в чем не повинен. Вот что, видал мою саблю турскую? Богачи и краше у самого атамана батьки не сыщешь. Сам салтан, поди, не носил такой-то. Снял я ее у воеводы того, что изрубили мы летом с отрядом. Возьми ее у меня и носи на здоровье. А мне мальчонку зато отдай. Он быстро отцепил драгоценную саблю от пояса и передал Ясаулу. Турецкая сабля невиданной красоты давно пленяла Ясаула. Недолго колебался Никита Пан. Так звали раненого главаря шайки. И ответил, бери парнишку Матвей. Твой он. А за саблю турскую великое тебе большое спасибо. Уж больно по душе она мне пришлась. Мещеряков подошел к лежащему на траве Алеши. Бережно поднял его, взвалил на плечи и понес бесчувственного мальчика в чащу леса. Широко, вольно катит красавица Волга серебристую ленту своих тихо ропчущих вод. Зеленую осокой да пышными дремучими лесами поросла, убралась на диво красавица река. Дробно рябит шалун ветер, нескончаемую гладь ее хрустального течения. Белогрудые чайки носятся молнией над водяной гладью. То низко купая серые крылья в студеной волне, То вздымаясь высоко к небу, плавно реют в голубоватой доли И оглашают резким криком сонную тишину прибрежных лесов. Впрочем, не всегда тишина царствует над Волгой. Часто по бедным боевым кликам оглашается красавица река. Зашуршит, зашепчет прибрежный осока. Дрогнут камыши, и целая флотилия остроносых стругов Заскользит правильной шеренгой, клоня долу концами весел Гибкие покорные стебли тростника. Грибцы, как на подбор, молодец к молодцу, глаза ястреба, Руки долот булатной, сила у всех богатырская. Гребут дружно, песни поют, звонкие, молодецкие, Про славные набеги, про житье, бытье, вольной вольницы, Про самих себя. Междуусобные войны древних князей, Издевательства татар, придавивших Русь своим тяжелым игом, Непомерные подати и налоги Заставляли и страдавшихся в нужде жителей русских городов и деревень, А иной раз и дворовых холопов, Притесняемых их господами, боярами, Бежать на окраину в степь. Эти беглецы собирались в вольные дружины, Ютились по берегам больших рек, Волги и Дона, И уходили далее, в привольные южные русские степи, на рубеж. Они-то и положили начало русскому казачеству. Само слово «казак» значит «вольный человек». Эти вольные люди охотно принимали в свои дружины Беглых преступников, татей и воров. Многие из казацких обществ селились по рубежу образовывая станицы И несли службу государеву, отражая нападения нагайцев и татар, Которыми кишели южные степи. Другие жили разбоем и грабежом по широкой Волге, Синему Дону, Декамерике. Эти никому не давали спуску. Грабили купцов с товарами, русских и чужеземных, Плавающих на судах по широким рекам. Ни князья, ни бояре, ни даже послы иноземные Не имели от них пощады. Стаей диких коршунов нападали они на корабли и караваны, Грабили их, безжалостно убивали купцов и путешественников, А добычу волокли в свой казацкий круг. Здесь главный атаман-батька делил поровну всю награбленную добычу Между удалыми дружинниками. 1564 год, ознаменовавшийся учреждением опричнины, царем Иоанном Четвертым, Увеличил число таких вольных шаек. Славный покоритель Казани и Астрахани, Счастливый завоеватель ливонских земель, Грозный соперник короля польского Сигизмунда Августа И шведского Густава Вазы, Царь Иоанн Васильевич после смерти любимой жены своей, Царицы Анастасии, и сына первенца Дмитрия, Не надо смешивать первого, умершего в младенчестве сына Иоаннова, С царевичем отроком Дмитрием, убитым в Угличе, Заподозрил в их смерти своих давнишних врагов бояр. Былая детская ненависть к своим бывшим воспитателям и притеснителям, Управлявшим государством за его малолетством, Вспыхнула теперь в царе с новой силой. Все припомнил боярам злопамятный Иоанн. И как потакали его дурным наклонностям бояре, И как отдаляли ближних людей от него, И как всячески притесняли его. А тут еще при жизни царицы и царевича Довелось жестоко заболеть царю. И те же бояре, не желая присягать его преемнику, Малютке Дмитрию, задумали присягнуть князю Владимиру Андреевичу Старицкому, Двоюродному брату царя. Все помнил Иоанн, ничего не забыл. И теперь решил жестоко отомстить всем ненавистным ему боярам. Он начал с того, что отдалил от себя Адашева и священника Сильвестра, Своих прежних любимцев, советами которых пользовался долгие годы. Кто-то из новых приближенных царя успел шепнуть убитому горем государю, Что Сильвестр и Адашев отравили царицу Анастасию. Это и послужило началом кровавой драмы. Иоанн назначил суд над своими недавними друзьями. По приговору этого суда Сильвестр был заточен в Соловецкую обитель, Адашеву же бросили в тюрьму, где несчастный скоро покончил с собой. Между тем царь переехал из столицы в Александровскую слободу И занялся там устройством опричнины, Той удалой дружины телохранителей, Которые готовы были идти в огонь и в воду за своего царя. С этими-то опричниками слово «опричник» происходит от «оприч», То есть «оприч царя», кроме «царя». Они никого не знали. На содержание опричников были отданы многие города, А в самой Москве даже некоторые улицы. Все остальное составляло земщину, Порученную Боярской думе с боярами Мстиславским и Бельским во главе, По большей части худородными дворянами и детьми служилых людей, Во главе которых стоял, Сделавшийся главным и ближайшим советником царя, Малюта Скуратов-Бельский. Иоанн выводил крамолу из среды боярской. Достаточно было кому-нибудь из опричников оговорить боярина, Будь это даже самый прославленный в боях воевода герой, Его ожидали лютые муки в застенке палача Малюты И неизбежная казнь. Кровь полилась рекою по Руси православной, Стон повис над московской землей. Жадные и лютые новые слуги государевой опричники, Желая поживиться за счет казны именитых людей, Оговаривали то того, то другого из земских бояр перед Иоанном. И несчастного боярина, чаще всего неповинного, брали в застенок, Пытали до смерти, иногда со всей семьей, А все его богатства, вотчины и имения отдавались клеветникам. Лучшие имена людей были вычеркнуты из списка живущих. Брат Алексея Адашева Даниил, Князь Дмитрий Овчина-Оболенский, Прославленный воевода князь Михаил Репнин, Куприны, Колочевы и другие Погибали мученической смертью по приказу царя. Погиб Владимир, князь Старицкий, с семьей. Погиб и свергнутый митрополит Филипп За его печалование перед царем заосужденных. Многие бояре, князья и именитые люди В ужасе перед лютыми муками на дыбе или под ножом палача Бежали за литовский рубеж И переходили на службу к польскому королю Сигизмунду. Знаменитый князь Курбский, Черкасский, Вишневецкий Нашли себе новое отечество в Польше. Их холопы бежали также, зная обычаи царя Губить не только самого оговоренного боярина с семьёю, Но и всю дворню боярскую, А нередко и целые деревни, Принадлежащие обречённому на смерть. И холопы, и крестьяне бежали сотнями В привольной степи и на берега Волги и Дона, Где гуляли вольные казацкие дружины, Промышлявшие разбоями и набегами. Но больше всего здесь всё же было Недовольных правлением воевод, Да тяжёлыми податями, Угнетавшими голодный русский народ. Гуляли казаки по Волге и Дону, Приводя в страх и ужас купцов, Гостей иноземных, да воевод-бояр. Бедных людей казаки не трогали. Бедный человек всегда мог найти пристанище Среди грозных вольных дружин. Грабили и убивали тех, Кто наживал тяжёлую машну обманным торгом, Богатеев купцов, своих и иноземных. Не раз схватывались также казаки С кочевыми племенами Ногайских и Крымских хорд, Уходя далеко в степи, Всюду прославляя могучее удалое имя Казацкой вольницы, Поволжской и Донской. Много слышал Иоанн жалоб На кровавые расправы вольных казаков. Грозный царь посылал отряды Ловить разбойников, Обещал богатые награды За головы их вождей, Заочно приговаривал к плахе удалых атаманов. Но неуловимы были ватаги вольных молодцов. Сама Волга-матушка да Дон широкий Казалось, покровительствовали им, Пряча в прибрежной осоке Их мелкие струги. Да дремучие леса Укрывали смельчаков Под раскидистыми ветвями деревьев. Что сверху-то было в Волге-матушке, Выплывала то легкая лодочка, Уж и всем-то лодочка изукрашена, Парусами она изувешена, Ружьицами изуставлена, У ней нос корма раззолоченный. На корме сидит атаман с ружьем, На носу стоит Ясаул с багром, По краям лодки Добрый молодцы, Среди лодки Белтонкий шатер. Во шатре лежит Шелковой ковер, Под ковром лежит Золота казна. На казне сидит Краснодевица, Она плачет, Как река льется, В возрыданье Слово молвила. Нехорош-то мне Сон привиделся, Уж как у меня Красной девицы. Распаялся мой Золотой перстень, Выкатился мой Дорогой камень, Расплелась моя Косорусая, Выплеталась Лента алая, Лента алая Ярославская, Атаману быть Расстреляну, Ясаулу быть Повешену, Добрым молодцам Срубят головы, А мне, девушке, Во тюрьме сидеть. Громко несется песнь По зеркальной глади Могучей реки. Золотое солнце Играет волной, Дробясь миллиардами Искр На хрустальной Поверхности Вот. Царственно величаво В своих лесистых Берегах Катится Красавица Волга. То вздымаются К небу Высокие Гористые Берега, То голые Равнины Стелются Вдаль, Туда, Где синее Небо Граничит С зеленой Степью. Чуть Шуршит Прибрежная Сока, Низко Склоняясь Под могучими Ударами Гребцов. Ходка Скользит Среди Тростника Утлая Ладья, А песня Несется Все Привольнее И шире, Вылетая Из груди Четырех Дюжих Молодцов, Сидящих На веслах. Им Подтягивает Седой Человек, Стоящий На корме С Провилом. Плотный, Высокий, В дорогом Кафтане Из тонкого Сукна, С оружием У пояса, В расшитой Шелками Рубахе, Выглядывающий Из-за Ворота Кафтана, Он Так и Дышит Мощью, Несмотря На пожилые Степенные Годы. Высокая Казацкая Шапка Съехала Ему На теме, И остриженные В кружок Седоватые Кудри Падали Вокруг Умного Открытого Лица. Возле Него Сидел На обрубке Дерева Поставленном На дне Лодки Человек Лет Тридцати С широкими Могучими Плечами, Стройный, С орлиным Взором Светлых Глаз И Шапкой Смоляных Кудрей С черной Бородой Что-то Властное Привыкшее Повелевать Было В его Богатырской Фигуре И в светлых Искрометных Очах Гордые Смело Очерченные Губы Плотно Сжатые Под черными Жоусами И широкие Густые Брови Сошедшиеся Над Переносицей Делали Его Внешность Незаурядной Величественной И Красивой В белой Шелковой Рубахе Расшитой По вороту И краям Рукавов Пышным Узором Из крупных Бурмитских Зерен С золотой Тесьмой Апояски Но Без оружия Только Из-за Голенища Торчал Короткий Нож С разукрашенной Камнями Рукояткой Бархатный Спарчевый Тесьмой Кафтан Был Небрежно Накинут На плечи Он Сидел В глубокой Задумчивости Как бы Убаюканный Пением Гребцов А песня Лилась Широко То Сливаясь С нежным Рокотом Быстрой Речной Волны То Отделяясь От нее Зычным Победным Звуком И Вспугивая Белогрудых Чаек Среди Густых Зарослей И Золотистого Тростника Седой Человек Стоявший На Провиле Лодки Долго Смотрел На Задумчивого Богатыря Наконец Не Вытерпел Положил На дно Челна Шест Которым Правил И Подойдя К молодцу Спросил С заметной Ноткой Почтительности В голосе Что Закрученился Старик Что И Говорить Не Помилует И Сирот А По мне Ваня Чем Меньше Крови На Душе Тем Легче Живется Врагов Народных Кровопивцев Боярда Опричников Кромешных До Купцов Лихаинцев А Львоевод Взяточников Но Этим Я Первый Без Жалости Нож В Сердце Всажу А Те Что Тихо Да Мирно Путь Держат И Никому Зла Не Чинят Их Моего Приказу Губить Не Было Так Ли Я Говорю Я Саул Так Да Так А Там Анбатька А Только И То По Мысли Не Что Нам Горячие Что Огонь Зайдутся Удержу Нет Хошь Бы И Ты Не Прогневись На Верном Слове Хошь Бы И Тебя Взять В Младости Твоей Небось Загубил Ненароком Ни Едину Душу Неповинную Чуть Слышно Молвил Старый Ясаул Загубил Ваня Произнес Атаман Помню На Дону То Было Еще При Славном Атамане Михаиле Черкашенине От Азова Задон Забежала Часть Его Шайки На Волгу К нам Гуляли На Просторе В Местях В Местях Жи Грабили И Караван Купцов От Астраханского Юрта С Кизельбадским Товаром И Шамаханскими Шелками Пробиравшиеся По Волге Но Это Пронюхали О них Молодцы Чинчином Как водится Засели Со Стругами Восоки Подплыло Судно Подпустили Напали Как всегда Ну Резня Это Пальба Рубка А Посля Делешь Только Вижу Я Не Все Люди Суденушка Посняты Да Перебиты Сидит Это Старикашка Плюгавенький Не То Турка Не То Пес У Самого Зубы Со Страх Лязгают До Глаза Ровно Мыши Бегают А В Руках Штука Парчи Груди Прижал Держит Крепко Подошел Это Я К нему Наклонился А он Нож Острый Измашны Вытащил Да И Грозится Им Рассверепел Я Зашлось Во мне Сердце Мне Бо Его Обезоружить А я Грешен Чекан Из-за Пояса Выхватил Да Тем Чеканом Старикашку По темени И Хвать Мозги Наружу И Ахнуть Не Успел Кровью Чеботой Мне До Полу Кафтана Покрасил А Зубами Кажись И Мертвый Лязгал Пока Не Убрали Его Глазами Как-то Страшно Сукором Смотрел Инду Душу Мне Вывернул И Долго Чудился Мне Его Взгляд С Той Поры Закаялся Я Проливать Кровь Неповинную Ваня Закончил Свой Рассказ Атаман А песнь Все Развертывалась Все Шире Все Мощнее И Вольнее Расплывалась На Речном Просторе Вздыхал Тростник Шуршала Осока Скользила Под Могучими Ударами Весел Ладья Вдруг Вдруг Смолкла Оборвалась Песня На Полуслове Крик Иволги Пронесся И Замер В Прибрежном Лесу Наши Вестуют Ястребовый Гнездышко Близко Оживился Атаман И Протяжно Свистнул Ему Ответили Криком Горлинги Из чащи И Вслед Затем Часто Закуковала Кукушка Приставай Робя Слышь Молодцы Наши Голос Подают Причаливай Снова Отдал Приказ Атаман И Когда Ладья Незаметно Подплыла К песчаной Отмели И Ударилась Носом В песок Он Первый Выскочил На берег За ним Вышли Его Спутники Лодку Привязали К прибрежной Осоки И Сложив Снасти На дно Двинулись В лесную Чащу Сделав С полсотни Шагов Все четверо Остановились Снова Приложил Руку К рту Атаман И На этот раз Карканье Ворона Огласило Лес Из чащи Отвечали Таким же Карканьем Путники Прошли Еще Немного И Очутились На большой Лесной Поляне Окруженной Непроходимой Чащей Лиственных Деревьев Срубленные Пни Торчавшие На каждом Шагу Показывали Что еще Недавно Это место Было Так же Густо Как и Окружающие Его Чащи Теперь Теперь Здесь Были Разбросаны На каждом Шагу Шатры И Шалаши Из ветвей И Листьев Посреди Поляны Тут И Там Сидели Люди Большими Группами Одетые Кто Во что Попало Мелькали Здесь И нарядные Кафтаны И Пасконные Рваные Мужицкие Сермяги И Зипуны И Старые Шапки И В оружии В них Замечалось Различие Иные Были Вооружены Бердышами Чеканами Саблями Иные Кистенями И ножами А то и Просто Дубинами Среди Них Богатством Наряда И Обилием Вооружения Выделялись Трое Тут Был И Суровый Никита С рубцом На лице И Плотно Перевязанным Холстиной Раненым Плечом Прозванный Паном За его Польское Происхождение Ноглазый Молодой Матвей Мещеряков И Яков Михайлов Старший Из-под Ясаулов Угрюмый С нависшими Бровями Старик Прозванный Волком За его Хищные Редкие Зубы Заблуждающий Взгляд И Полное Отсутствие Милосердия При Разбоях Он Стоял Посреди Большой Группы Людей И Что-то Оживленно Рассказывал Окружающим Остальные Разбойники Почтительно Со своих Мест Уступая Ему Дорогу Шапки Мигом Полетели С казацких Голов И Вся Поляна Огласилась Громким Криком Здрав Будь Атаман Батька Здорово Ребятушки Сильным Звучным Голосом Отвечал Вновь Прибывший Ясаулу Иван Ивановичу Здоровица Спасибо Братцы Отвечал Сидаус И Ясаул Между тем Острый Взгляд Атамана Обижал Поляну Не вертались Дозорные Спросил он Обращаясь К трем Своим Помощникам Стоявшим Отдельно Старик Волк Выдвинулся Вперед Не вертались Ермак Тимофеевич А с ночи Ушли Вот уже Подымется Солнышко Полничать Станем Глядишь И подоспеют Молодцы А ты Михалыч Откедова И шкафтан На тебе Еле жив Весь в дырьях Да и на лице Тож царапины Да кровь Запеклась Обратился Атаман Ермак К волку Яков Михалыч Только тряхнул Плечами На разведку Ходил я Атаман Самую чащую Пробирался Вишь Сучьи Дветви Искровянили Рожу Черных Воронов Выглядывать Ходил Ну и что ж Выглядел Живо Вскинул на него Глазами Ермак Выглядел Недаром Волком Меня зовут Ребята наши Глаза-то у меня Что у зверя Леснова Да и чутье Тож Близко В десяти Всего Переходах Вороны Черные Видимо Невидимо Их Что твоя Туча А ведет Их Боярин Князь Ададуров Воевода Царский К самой Голове Рати Я подползал В кустах Хоронился Да в дуплах Дерев Все Выглядел Все Высмотрел Батька Атаман Небось Ни один Из них Не пронюхал Что Михайлов Яков По коему За стенок Малютин Плачет Новоеводская Пресветлая Личика Близехонько Любовался Со смехом Заключил Свою речь Волк Захохотали Остальные Разбойники Веселым Гомоном Оживился Лес Айда Волк Айда Яков Михайлович Новоеводская Личика Вишн Любовался С нескрываемым Восхищением Повторяли Станичники Молодец Яша Век Не забуду Ударил Его По плечу Могучей Рукой Ермак Жалую Тебя Кафтаном С плеч Того Воеводы Слышь Рабята Слышь Так И всколыхнулся Яков Кафтан Мне атаманом Княжей Пожалован Стала С самим Князем И расправа Моя Твоя Подъясаул Твоя Дядька Что и говорить Заслужил Отозвались Голоса Со всей Поляны А людей Наших Не видал Михалыч Дав Утихнуть Криком Снова Обратился К старику Ермак Волк Хотел Ответить И не Успел Топот Копыт Послышался В чаще Ермак Насторожился Орлины Очи Его Впились В чащу Как бы Прорезая Густую Листву Деревьев И Кустов Ребята Готовься Приказал Ермак За Завольные Деревьев Деревьев Чехут стреножины паслись. Я да Ивашка Гвоздь, да Соловейка, да Петрушка Пушкарь ползком до часовых и добрались. Их похватали, перевязали, рты позаткнули, а сами коней подхватили до сюда. Проснется воевода, на палочке верхом поскачет. Его сподручный тоже, с хохотом закончил свою речь, черноглазый Матвей. Ай да мещеря, ай да хват парень, одобрил Ермак. Видано ли дело, чтоб из-под самого носа воеводы коней увесть? За ним засмеялись и все разбойники, находившиеся на поляне. Снова ожила дремучая чаще поволжья, и сотни голосов прокатили сехом, замирая в хрустальных волнах соседки Волги. Глядя на эти смеющиеся лица, казалось, что не душегубы станичники это, готовые как звери броситься с ножами на добычу, а веселый добродушный народ собрался поболтать да поболясничать в лесной чаще. Но лицо черноокого Матвея оставалось серьезным. — Слушай, атаман, батька, — сказал юноша, — кони конями, орать ратью. Черные вороны по следам нашим идут, напали, верно? Всего в пяти переходах они. Сниматься надо да утекать, не то нагрянут. Видимо, невидимо их, передовой отряд воеводский змеей растянулся длиннющий. На два перехода хватит. — С тысячу будет? — спросил Ермак. — Какое? Тысячи с три, а то и более. К ночи ждать беспременно надо. — Зачем ждать? — усмехнулся Ермак. — Когда черные вороны тучей на коршуна несутся, коршун к небу вздымится и пойдет на улет. Не соромно то, не зазорно. Все же коршун выше да могучий. Все же не одолеть его стаей вороньей. — презрительно повел плечами атаман. Помолчал немного атаман, словно раздумывал потом громким кликом. Далеко раскатился его могучий голос. — На струк, ребята! Живо! На струк! Забегали, засуетились люди, собираясь в путь. Снимали шатры, убирали всякие признаки жилья стоянки. Каждый хлопотал за себя и за других. Ермак терпеливо ожидал окончания сборов. Целый план роился в его вольной голове, по которой давно тосковала московская плаха. Гроза по Волжье не любил утека, как он называл бегство от царских дружин. Но он не был волен в своих чувствах. Его пятисотенная дружина лежала целиком на его совести. Будь он один, без этой вольницы, прославившей себя разбойничьими удалыми делами, он бы не бежал, как ночной вор, а дорого бы продал царскому воеводе свою удалую головушку. Прежде чем одолели бы его ратники-стрельцы, он немало искрышил бы их своей казацкой саблей. Но не один он Ермак. Он отец всех этих удальцов, деливших с ним радость и горе казацкой жизни. Они его выбрали своим атаманом-батькой, верили ему свою судьбу. Должен же он охранять их буйные смелые головы. Многих из них ждут, не дождутся палачи. Иван Кольцо, ближний советник и есаул Ермака, давно заочно приговорен к мучительной казни четвертованием. Волк Михаилов-Яков бежал из-за стенка. Никита Пан приговорен с ними. О нем, Ермаке, и говорить нечего. Лютые муки ждут его в Москве. За ним, как затравленным зверем, гонится царская дружина. Не за себя жутко атаману, а за тех, которые доверили ему свою судьбу. Любит он их всех, могучий атаман. Дорог ему каждый из этих отчаянных удальцов, с которыми протекли вольные годы его бесшабашной казацкой жизни. И пока собираются его дружинники в дальний путь, он сидит с глубокой думой, поникнув головою. Атаман-батька, слышится тихий голос. Дозволь слово молвить. Просьбешку меня до тебя мало и есть. Ермак поднял чернокудрую голову. Юноша-мещеряк, его любимица, удалец под Ясаул, стоит перед ним. «Выкладывай, мещеря», — произнес атаман и дружески хлопнул по плечу черноглазого Матвея. «Вместе щи хлебаем, овось в местях и беду разжуем». «Не беда это, батька, зацепа одна», — отвечал мещеряк. «В шалаше у меня мальчонка лежит недужный, тот самый, коего я у Микиты на саблю обменял. Так дозволь его с собой прихватить, Ермак Тимофеевич». «Да стоит ли, мещеря? Он тебе руки свяжет, а все одно, — сказывали молодцы, — не жилец он, не сегодня-завтра помрет». «Не жилец — это верно, атаман. Так может, царским ратьем его оставить? Не найдет ли родичей ненароком, а ли ближних знакомцев своих?» «Устроить бы его как-нибудь поведнее в шалаше, найдут его царские дружины». «Так-то так, атаман. А только жалко мне что-то оставлять ворогом нашим мальчонку. Уж больно он мне братишку напомнил». «Был у меня братишка, атаман, Ванюшкой звали, помер в молодых годах, такой же пригожий, как боярчик этот. Дозволь мне его пристань держать, атаман. Ну, держи, парень, нет на то моего запрета, лишь бы не помер в пути. Дальний путь будет. В Прикамские леса мы на стругах поплывем», — приказал Ермак. «Попытаюсь уберечь, атаман. Спасибо на добром слове. Уж больно на Ванюшку он обликом похож». И, низко поклонившись начальнику, мещеряк кинулся к небольшому шалашу, стоявшему на дальнем конце поляны. Ермак долго смотрел ему вслед. Ишь, жалостливый. И, словно встряхнувшись, быстро поднялся с места Ермак и протяжно свистнул три раза. Дружина собралась вокруг своего атамана. «Готовы, рубя, готовы, атаман!» — дружным хором отвечал весь стан. «Наст рук!» — раздалась команда. «Коней воеводских разнуздать и пустить по степи, пущай, нагайцы ловят. С конями вожжаться не надо, а поляну с четырех концов запалить. Пущай, господин воевода, дыму до отвала налопается, вражий сын!» — приказал коротко Ермак. «Близехонько уж, поди они!» — вставил свое слово Есаул кольцо. «А ну-ка, Яша, послушай, малость!» — обратился атаман к волку. Тот камнем упал наземь и приложил ухо к траве. «Топочет, батька, грохоту навели! Дрожит земля, поди бегут-бегом! Накрыть мыслят!» — отрывисто докладывал старик. «Во-во! Сейчас тебя и нагонят! Держи карман шире!» — засмеялся Ермак. «Дрова покладены, костер горит, котел шумит, сварена ли каша, вольные, братцы-казаки!» «Сварена, атаман, хлебать надо!» «Похлебай мартелью, когда полдник придет!» «А пока что ложки да плошки, да посуду клади, да нового места к вечеру ищи!» Коршун уйется, кукушка плачет, где-то сядет на чьем гнезде. «Время не терпит, гайда на струк!» — закончил атаман свою речь, полную сравнений и недосказок. «На струк!» — в голос повторили за ним разбойники и двинули, снеся каждой оружие и припасы к реке, где спрятанные в тростниках их ждали струги, весла и паруса, готовые на случай отступления. Ермак еще оставался на поляне, когда последние дружинники его пятисотенной рати двинулись гуськом к реке под предводительством Ясаула Кольцо. Он подозвал Никиту Пана и Волка и еще троих оставшихся при конях станичников, и что-то приказал им. Три молодых разбойника тут же высекли огонь при помощи кремня и трута, и, привязав пучки сухих листьев и хворосток стволам старых деревьев, подожгли в нескольких местах место недавней стоянки. Лошади при виде пламени зафыркали, забили копытами, один из станичников взмахнул на гайкой, они взвелись на дыбы, и с диким ржаньем понеслись, обезумев, в самую чащу, минуя пылающие деревья. «Лихо! Ой, лихо!» — крикнул Ермак, и, махнув оставшимся станичникам следовать за ним, направился к реке догонять свою дружину. В ту же минуту из шалаша вышел Матвей Мещеряк с тяжелой ношей в руках, бережно обернутой полами кафтана.